Медали, грамоты, сертификаты Колыванская средняя школа номер 3 вернулась с международной выставки УЧСИП-2011, которая проходила в городе Новосибирске. Сегодня в копилке школы появилась единственная в районе медаль за проект взаимодействия семьи и школы. Многие школьники были награждены дипломом победителя. Для некоторых это первое такое участие на сибирской ярмарке. В городе Новосибирске проходила 19-я международная выставка УЧСИП-2011. Наша школа принимает традиционное участие в этой выставке. Мы здесь уже с 2006 года. Мы традиционно участвуем в двух конкурсах. Через прошлое к будущему и золотая медаль сибирской ярмарки. УЧСИП – крупнейшая в регионе образовательная выставка. Учителя демонстрировали педагогические достижения и представляли на конкурс инновационные проекты. Раз в году учителя собираются не учить, а учиться. В центре внимания, как обычно, ребенок. Учащиеся сами пишут проекты и защищают их. Когда первый раз начали праздновать Масленицу, было очень интересно узнать, как раньше было, как сейчас проводится. И решили узнать, ну как, как раньше, чем отличается, что раньше интересного было, и что сейчас уже не донесли и, может быть, сейчас ввести в эту традицию и представить свои знания на конкурсе. Мы пользовались интернетом, разные книги, смотрели работы тоже. Выходили в библиотеки, музеи, искали информацию. Ну, то есть много того, что не донесли до наших времен сейчас. Многие игры, традиции. Ну и можно было бы их как-то вот тоже принять и проводить какие-то вот мероприятия, вот такие Масленицу. Цыганкова Людмила Викторовна уже пять лет представляет на суджюри проекты на тему народной традиции. В этом году вместе с ребятами она удостоена медали за проект «Дом, в котором я живу». По этой теме у нас прошла прям сквозным на всех уроках. Детям было очень интересно, ну и в первую очередь, конечно, отдача, что у нас получился такой хороший проект. Мы с ребятами поучаствовали на нашей научно-практической конференции районной, где тоже получили благодарственное письмо. И вот участвовали вот на Сибирской ярмарке с этим проектом, и заслуга у нас вот такая медаль. Спасибо, конечно, благодарность большая родителям и детям, которые помогали мне. Конечно, мне бы одно это не справиться. Нам было интересно, мы были заинтересованы в этой теме, с огоньком работали, много сделали. Поэтому мы, конечно, благодарность Антонине Ивановне, которой мы с ней очень давно сотрудничаем, и у нас много планов и на будущее. Если школа на ярмарке участвует уже пять лет, то для учителя черчения и рисования Зинковой Слана Михайловна это дебют, который также оказался успешным. Педагогу предсвоено звание мастера, а ребята из кружка «Знай и умей» получили дипломы. Она показывала мастер-класс по изготовлению декупажа такого модного направления. Она сама владела этим искусством и детей научила, за что, конечно, и родители благодарны, и дети, и мы как коллеги, потому что она и нас многому научила в этом деле. Грамота для меня значит очень много. На ярмарке было тысяча людей, работ, и получить грамоту – это очень важно. Ну и, пожалуй, самая главная награда, которую получила школа – это серебряная медаль за проект взаимодействия семьи и школы. Это и есть наивысшая оценка многолетнего труда школы и родителей. Мы решили весь наш многолетний опыт сотрудничества с родителями обобщить и представить вот такой проект взаимодействия школы и семьи, воспитания детей. И этот труд, многолетний труд, который мы делали вместе, и педагоги, и родители, и дети наши, был отмечен вот такой весомой наградой на сибирской ярмарке. Без родителей, без наших партнеров, без наших стратегических партнеров не было бы у школы таких больших достижений. Спасибо им за это. Планы на будущее уже есть – представить как можно больше проектов и получить уже золотую медаль. Хотя главная цель конкурса – это все-таки обмен опытом. Продолжение следует...